Слава Иисусу Христу! А вы отвечаете, навеки слава! У нас сегодня просто какая-то мистерия. Ну так красиво, туман, и все облака летят к солнцу, как будто все собирается, оно только что немножечко появилось. Ой, просто фантастик! Вот нарисовать этого просто невозможно, и сфотографировать невозможно. И вы не видите то, что я увидел, как вот облако село, вот это не туман, это облако село на озеро, вот оно, рукой дотронешься. И летит к солнцу. Ну ладно, я вас сегодня приветствую ново-старым приветствием. Я считаю, что это и было приветствие славян, потому что оно обозначает «Христос вознесся». Можно еще так приветствие «Христос вознесся» и ответ «Возистину вознесся». Но больше применялась именно слава Иисуса Христу, навеки слава. И это обозначало, что произошло вознесение Христова, и теперь все радуются Ему и прославляют Его, славят Его. От этого, как мы с вами разговариваем, и пошли славяне. Они от хваления Богу перешли в славу Богу, а слава – это еще и отдача себя, можно так сказать, Господу. И поэтому вот это празднование вознесения Христова и считалось той, можно так сказать, формой земное существование, в котором ты отдаешь себя, еще не имея главного помощника в своей этой работе – Духа Святаго. Объясняю. Вознесение Христова произошло за 10 дней до Пятидесятницы. То есть есть некий, как говорится, у нас установленный сейчас канонический график, когда Христос воскресает, 40 дней учит учеников своих и всех остальных, появляясь среди них 11 раз, а на 40-й день он возносится, уходит к отцу, как и обещал, он же с иудеями споря. Помните, говорит, а если вы увидите, как я вернусь? Ну, то есть о Вознесении в Евангелии намекается 20 раз через фразу из Псалма Давидова, но упоминается не у всех евангелистов, у двоих ни у Матфея, ни у Марка о нем нет, но Лука и Иоанн о нем говорят. И 10 дней после того, как Господь вознесся, происходит ожидание того, что Он обещал апостолами, потому что Он обещал им утешителя. Хотя надо сказать, что в Евангелии сказано, что в день Вознесения они были радостные. Казалось бы, расстались, а радостные. Но приходит утешитель, и радость умножается. Это Пятидесятница. Кстати, Вознесение не было раньше отдельным праздником. Оно было Вознесением до Пятидесятницы. И это был совместно, можно так сказать, один праздник Вознесения Пятидесятницы. Точнее, у Пятидесятницы не было отдельного дня. Она заканчивала праздник Вознесения. Ею заканчивался. Но обещал и любопытный зритель. И сделал на Пятидесятые дни. Но потом Пятидесятница выделилась через несколько столетий в отдельное празднование. То есть радость от того, что Дух Святой сошёл, стала праздноваться. Ну и Вознесение тоже тогда сделали отдельный день. Вот так оно отделилось. А так было десять дней Вознесения. Вот этой радости, этого ожидания. Как после того, как поднялся к Отцу, Бог Слово послал Духа Святаго. Я попросил у Отца, чтобы Он его прислал в помощь апостолам. Теперь мы как свидетельство и как помощника этого события имеем Духа Святаго, который, и представляя Пресвятую Троицу, всегда с нами находится и всегда с нами действует. Когда я об этом рассказал на кладбище, там пришёл один комментарий, где в грубой форме говорят, что вы, в общем, занимаетесь не тем. Я уж не буду повторять, что там было написано. Пришлось комментарий из-за этого убрать. Но, в частности, человек утверждает, что самое главное для нас дело – получить Духа Святаго. я очень удивился, обвиняя меня в том, что я неправильно что-то говорю. Человек, оказывается, сам не понимает, какое же самое главное у нас делание. И если он думает, что Духа Святаго получить, на этом и остановится главное делание православного, хотя действительно говорит Серафим Саровским о том, что стяжите Духа Святаго. Подождите, я молочка стяжаю. Поэтому я решил, что надо всё-таки вознесение нам вознести повыше. Как-то с этим праздником обозначится, что он очень значимый. Поэтому мы будем потихонечку изучать. Но у меня уже появилось маленькое доказательство, что мы не случайно к нему пришли, потому что вот захотелось на кладбище о нём сказать. Я сказал, не готовился, просто вот прямо там всё вот это пришло. И вот приехали домой, начали обед собирать. И я говорю, матушка, свари макароны. Я люблю макароны. Вот она говорит, давай яичницу. Чего она захотела яичницу? Я говорю, ну давай яичницу. Ну ладно уж, думаю, раз сегодня такой день поработали, матушке хочется яичницу, сготовили яичницу. И я начал читать в Википедии сначала про вознесение, как его представляют для простых людей. И что вы думаете? В четверг всегда вознесение. Я матушку спрашиваю, матушка, какой сегодня день? Она говорит, четверг. Я говорю, да, а почему я считал среда? Она говорит, не знаю, четверг. Четверг. Дальше читаю. В этот день блюдом, которое праздновалось вознесение, была яичница. Я так удивился, говорю, матушка, а почему ты яичницу предложил? Она говорит, не знаю, что-то так захотелось яичницу. И вот оказалось, что мы в четверг не только вспомнили про вознесение, но еще и отпраздновали его яичницей. И оказывается, это была такая народная традиция. То есть, действительно, эти десять дней хорошо праздновалось. Больше того, они праздновались не менее празднично, не менее, значит, красиво, чем, как у нас считается, крещение праздновалось. То есть, это дни, которые еще и назывались кумления. Кумления. В эти дни девушек и юношей, более старшие девушки и юноши, переводили в свой, ну, как сказать, в свою компанию, в свой коллектив. Ну, что ты, какая красота! И кумление заключалось в том, что более старшая девушка становилась, или юноша, становились кумы-кумой. Вообще, кумы-кума у нас, ну, вот сейчас традиционно считается, что это крестный папа, крестный, значит, мама. Но, на самом деле, это тот старший, который берет тебя в новую жизнь. То есть, вот так это. Вот. Кум-кума. И это инициация такая. То есть, это переход из одного возраста в другой возраст. Инициация. Ну, на самом деле, кумы-кума, вот они свидетели инициации, где человек, переходя в другое состояние, получает нового, ну, наставника, я бы так сказал. Поэтому вот эти десять дней собирались действительно с кострами, водили хороводы, и были некоторые обряды по этому кумлению, которые заключались в том, что должен был быть христианская такая вот объединение, связь. Ну, например, одним из таких обрядов это было, делали вот такие кольца из крестиков, из веревочек, от крестиков, из крестика. И через это кольцо целовались, вот кум с кумой, то есть кумились через такое кольцо, через венок, на котором тоже крестики крепились, целовались через венок. А то еще даже пасхальные яйца сохранялись, потому что это 40 дней после Пасхи. И целовались через пасхальное яйцо с двух сторон, вот так. И это кумление было разного срока, то есть покумиться можно было на 10 дней, в залог давалась какая-нибудь вещь, то есть друг другу дарили какую-нибудь вещь, на то время, пока это кумовство сохраняется. Первоначально это кумовство бралось небольшое, скажем, на те же 10 дней, и в Пятидесятницу вещь возвращалась или не возвращалась. То есть если старшие кума или кум решили, что достойный у них восприемник, то они могли не возвратить вещь и остаться кумом надолго. Но можно было кумом остаться на всю жизнь. То есть тебя могли признать, что ты теперь мне кум. И кум это в общем можно так сказать, как брат и сестра или отец и ребенок. То есть очень серьезные. В южных можно так сказать регионах есть такое понятие кунак. Это от этого же. Так вот кунак считался грубо говоря ближе, чем родственники. я тоже знал вот такие можно так сказать свидетельства, как кумы кума были настолько верные, что они больше, чем свои родители дали. У меня есть один знакомый, можно так сказать, епископ, у кого тут были такие замечательные родители, что я к ним ездил вместе с ним и радовался, думал, ничего себе, конечно, с такими родителями, как не стать священником. Оказалось, нет. Оказывается, это его крестные и кумовья для его родителей. Они взяли на себя, когда ушли его родители, все его воспитание и так далее, и это для него было настолько ценно, что я видел, что он их любит, как родителей. По крайней мере, все время старался к ним, приехал, все время старался им помочь. Поэтому в Вознесение начиналось вот это кумовство, которое длилось 10 дней. И еще раз повторяю, естественно, оно всегда в четверг, естественно, главное событие этих праздников происходили в воскресенье, когда устраивали эти костры и устраивали эти все кумования, кумования, кумовство. Поэтому на самом деле оказывается, да, там расплетают в это время березку, это тоже на эти же дни приходится, и как раз и венки, которые снимались с березок и считались вот этими веньками, через которые можно кумиться, кумиться. так что, дорогие мои, я думаю, что это этап новой нашей изучения на канале христианства, и надеюсь, что мы его сможем хорошенечко освятить, сможем хорошенечко разобраться, и надеюсь, что мы перейдем вот в это состояние вознесения, что будет нам всем полезно. так что давайте разбираться, а вам еще раз. Кстати, я предлагаю слава Спасителю говорить, раз уж мы начали переводить имя Иисус Христос на действительно имя Спаситель, то даже проще будет говорить слава Спасителю, воистину слава, отвечают остальные. Все, слава Спасителю, всего вам доброго, Господи благослови, аминь. Иисус Христос